здравствуйте дорогие друзья на канале у светланы лоди сад вести из моей зимней теплицы светелки сегодня разговор про прищипку растений не просто так очень много получаю комментариев очень много получаю вопросов и даже фотографий о том что многие садоводы цветоводы боятся прищипывать растений а я в своих видео очень часто показываю и говорю о прищипке и вот много вопросов все ли растения можно прищипывать когда на какой стадии прищипывать а не погублю ли я растение если я прищип ну и так далее и тому подобное кто-то спрашивает о колеусах кто-то спрашивает про фуксии про бегонии а уж про петунии и вообще много-много видео конечно вы найдете на моем канале ну конкретно вот отдельно прищипки не помню даже в общем сегодня покажу на некоторых своих экземплярах кого я прищипываю и что получается для чего показываю чтобы вы или не потеряли вот эту вот веру и не боялись сделать прищипку растений что дает нам прищипка ну то есть когда мы или маленькими ножничками или руками отнимаем ну то есть как бы сказать точку роста да уменьшаем отщипываем точку роста отсюда и прищипка это дает нам развитие любого растения делает вернее развитие любого растения в более пышной форме то есть растение не растет одним каким-то или там двумя побегами да оно кустится наращивает очень много вегетативной массы это чаще всего способствует более пышному цветению ну цветочки не на одной веточке представляете а на десяти естественно любой цветок любой посажены в кашпо подвесные напольные или посажены в грунт или еще каким-то там способом это любой цветок делает более пышным ну естественно или декоративно-лиственным очень много побегов чего мы добиваемся или у цветущих получается намного больше мы получаем цветов к чему мы тоже стремимся так вот сейчас на своих экземплярах покажу вам кого я уже прищипывала ну вот здесь вот это и черенки и посевы и маточник то есть прищипку делаю ну принципе на разных стадиях но всегда стараюсь делать тогда когда растение еще молодое но если только мы не вытягиваем его в штамп если мы вытягиваем в штамп растения ну типа штамбовые фуксии я выращивала штамбовые пиларгонии очень мечтаю в этом году сделать штамбовые колеусы недавно вам показывала видео о формах таких какие можно создать из колеусов посмотрите кому интересно мне например очень интересно моей голове уже там защелкали планы на следующий год и покажу вам что получилось еще раз говорю те растения которые я собираюсь иногда черенковать я их немножко подтягиваю вот если бы я не собирала черенки я бы их тоже на ранней стадии уже давно бы все отщипнула так как мне немножко нужно подтянуть форму а потом делаю прищипку чтобы не больше собрать черенков бывают такие вот растения которые мне форма не нравится но я иду на это специально а если выращивать там одно растение для себя ну образно говоря да не на продажу то есть вам не нужно большое количество посадочного материала то делаем на ранних стадиях естественно прищипка способствует образованию новых побегах отсюда тот кто размножает растение методом черенкования вы соберете больше черенков и у вас получится очень много растений то есть прищипка не только делает нашу форму куста какую-то объемную большую да но и способствует получению большего количества посадочного материала ну и так давайте посмотрим уже поближе что у меня здесь получается при прищипке моих растений ну вот столько много приготовила разных вам растений ну вот смотрите например такое растение как вербена у меня вербена ампельная вегетативная я эту вербену это маточник вербена которая росла у меня в кашпо я ее выкопала корень немножечко поделила и посадила вот здесь уже очень много раз сделана прищипка и это видно вот взять хотя бы один побег под камеру прям вам показываю вот один побег сейчас прям все остальные так тихонечко вот видите какой побег вот он вырос в одну струночку но вот здесь вот видно вам сделана была прищипка сейчас вот так покажу просто многие не очень понимают и еще не очень верят вот здесь смотрите дорогие друзья вот вот здесь где мой пальчик вот сделана была прищипка то есть я прищипку же можно делать или руками или ножницами то есть я например беру вот здесь вот руками не как маленькими ножницами отрезаю побег это та же самая прищипка вот так я получила да и отсюда пойдут новые а этот я именно и ставлю на укоренение вербена прекрасно черенкуется и прекрасно дает корни в воде и тем самым вот с одного кустика методом прищипок я сформировала уже очень много новых побегов так бы он сам не отрастал вот после любой прищипки начинает расти молодежь это я обрезала если вам не нужны черенки но все равно кустик должен быть красивый вы берете или маленькими ножницами или вот так ногтями и отрываете точку роста вот так и у вас получается вот только макушечка в руке тем самым точно так же у вас начинает куст наращивать и наращивать побеги я уже здесь сняла огромное множество черенков вот мне по сути дела тоже уже не надо потому что где-то их нужно выращивать поэтому я просто сделаю прищипку уже для того чтобы он еще был пышнее богаче и уже начал цвести точно так же я поступаю с бегониями которые были сильно обрезаны осенью перед тем как я их снимал с больших кашпо вот в такие для зимовки для зимовки здесь я кое-что подтягиваю для того чтобы снять черенки но везде-везде были сделаны прищипки у бегоний как-то мало видно но видно вот видите нету точки роста вот здесь вот точки роста нету то есть я прищипывал и тем самым провоцирую многие растения на то чтобы они не то что ветвились но еще пускали новые растюхать растеница вот отсюда новые побеги земли то есть многие растения начинают пускать из пазух внутренних разных да а многие начинают еще из земли побеги это тоже классно вот везде и здесь то же самое вот я могу уже например сделать прищипку методом обрезки вот здесь обрежу вот этот длинный зачем он не нужен и вот здесь вот с этого места с пазух пойдут новые череночки тем самым я должна за зиму это уже идет не на черенкование этот материал ну вот этот например маточник а я его выращиваю для того чтобы потом посадить в кашпо и он у меня показал самую мощь цветения то есть здесь прищипка идет тоже для того чтобы просто не посадочный материал а создание очень компактной круглой пушистой формы посмотрите на эту бегонию как методом прищипки вот смотрите тоже видите все или обрезки уже создался вот такой вот замечательный новый молодой кустик он тоже в основном идет от того что я прищипывала здесь ну вот те те маточные растения черенки ну вернее побеги запуталась сегодня маточные побеги я прищипывала я спровоцировала рост именно от клубня новых вот таких вот молодых замечательных побегов я потом даже вот это вот это старая все просто вырежу до корня можно даже на этом уже этапе то есть он был как материал такой для кормления новых побегах ну а сейчас ну как мама да а сейчас мне он уже не нужен он даже отличается по листу видите старый как выглядит и какой хороший образовался новый кустик теперь давайте посмотрим на черенки петуни только недавно я вам показывала результат черенкования петуни вот это черенки петуни с моих петуни которые росли во дворе это вегетативные петуни и как только они укоренились в принципе укоренялись у меня долго и пустились в рост я сразу же сделала вот тоже видно прищипку то есть когда будет 4 5 6 ну 6 пусть настоящих листиков я срезаю сразу же у петуни макушки даже те петуни и которые вам говорят что нельзя даже у тайдалов на уровне когда еще тайдальчик маленький все выщипываю или срезаю ну и что получается посмотрите укорененный черенок сколько после прищипки уже мне дал новых побегов ну сами видите сейчас любой вам покажу те которые вы видите что они прищипнулись вот здесь видите просто многие почему-то не верят я уж сейчас прям показываю все под камеру я отщипнула и вот столько пошло у моих ампельных петуник срочно столько пошло побегов вот здесь например столько малышей мы не видим потому что еще не прищипнутый побег и сейчас я его очень даже хорошо прищипываю даже вот такой маленький отросток ну когда я не могу там подобраться руками я беру маленькими ножничками и срезаю все потом вот видите срезала точку роста и у меня конечно же это петуни даст совершенно другой результат вот это только-только отросла тоже снимаю и так далее то есть если вам говорят про петуни и не надо этого делать вот смотрите снято снята верхушечка снято и посмотрите сколько спазух ну просто мгновенно петуни опускает по-разному развиваются разные сорта по-разному развиваются но вы сами видите сколько петуни пускает пучков так называемых да у питуньеводов это слово и это для нас самое важное даже если вам говорят что ваши петуни там генетически заложено ничего не надо прищипывать все это дорогие друзья работает плохо надо прищипывать все петуни даже если там генетически заложен ген мужской стерильности путем прищипки у петуни вы все равно добьетесь ну просто супер формы у петуни вот просто супер форм что называется 5 6 листиков раз два три 4 5 6 тут уже 8 и 9 и даже 10 ну так как это какая-то питунька такая видно более коренастая которые некоторые идут ведь каскадные до более такими развитыми а ампеля некоторые растут такими приземистыми как плюшки шапки я их называю но вот здесь вот я уже сниму эту серединку и не бойтесь того что вам говорят что у вас будет там лысая середина вы сделаете там какую-то ничего ну плюшку такую с лысой середины все это полная ерунда потому что рядом с тем что вы прищипнули у вас еще будет 10 побегов а потом вы их прищипнете у вас уже 20 и 30 который прекрасно закроет вам всю середину ну надеюсь понятно объясняю надеюсь вы поняли то же самое серединка уже отщипнулась и сразу вот просто кого пораньше кого позже и сразу оттуда рванули молодые побеги потому что если у вас ну корни уже хороший корни начали работать после прищипки растения конечно начинают она же все равно корни работают давай давай гнать новые побеги это вот что касается петуни и не только черенков после того как вы посеяли петуни и они у вас зашли после шести настоящих листиков делаем прищипку показываю пример только недавно еще сеяла петунью от фирмы партнер вот она сейчас опять такая немножко скукожена обработана флороном второй раз я об этом покажу вот я там уже отщипнула серединку вот самую серединку посмотрите как она пустила паучков но я эти паучки раз они достигли стенок стакана то же самое сейчас прищипну и паучков вот так вот и конечно вот там ведь еще идут после прищипок и конечно будет ну совершенно другая форма тем более корневая замечательная это вот тут какая-то номер 9 но потом мы посмотрим с вами в обзоре через этих петуни которые от фирмы партнер так что не боимся прищипываем петуни вот в таком возрасте когда будет 56 у меня уже давненько прищипнуто сейчас они еще тут листики 56 настоящих листочков про колиусы только недавно было видео я тоже вам показывал даже два видео о колиусах что я сделала я немножко подтянула мои черенки ну растения которые были из черенков для того чтобы сейчас после прищипки уже на этом уровне вот видите везде все прищипано было со ствола я получила большее количество побегов просто мне это надо если вам это не надо вы можете прищипку делать вот на таком уровне вот на таком вот и растет у вас маленький череночек вы берете и отщипываете точку роста и даже вот на таком тогда вы увидите что будет если еще раз говорю мы не вытягиваем в штамп я подтянула прищипнула и теперь у меня вот здесь вот все пойдут ну вот как здесь вот видно видите со ствола пойдут новые маленькие растеница вот если бы я сделала это пораньше то пока бы макушка разветлилась это будет дольше и меньше вот я все подтянула вот здесь вот больше видно и видите как на стволе образуются все новые и новые растения мало того вот это я могу взять уже на черенок но мне не надо пока я еще подращивать черенки буду брать намного позже и я снова делаю прищипку для того чтобы кустик еще более распустился и больше собрать черенков и да и он больше бы был вот точно так же это маточник моей калибрахуа он тоже уже много-много раз сделана прищипка калибрахуа прищипываем точно так же как петунии часто при часто и тогда вы увидите что от всех побегов образуется вот такая вот круглая шапочка видите я на самом деле она бы давно цвела но за счет того что я ее все обрезаю и обрезаю вот да то есть она пускает новые новые у меня побеги и не цветет совсем недавно я вам показывала как у меня растут пеларгонии посаженные в этом году и я вам объясняла что даже уже на уровне таких небольших пеларгоний я делаю им прищипку потому что прямо все переживали как вырастить из пеларгонии шикарный куст и плющилистные и зональные прищипываю все и вот смотрите я вам вам в эфире показывала как я делаю прищипку ну прошло наверное две недели мне кажется вот здесь вот была прищипка сделана сами видите какой идет рост молодых побегов отовсюду и еще будет вот раз два три 4 5 5 пойдет уже таких новых молодых розеточек и это будет кустик не в одну ниточку а вот такой кустик вот плющилистная пеларгония то же самое я отщипнула но плющилистные они такие хитренькие они все равно пускают опять из точки роста свой длинный побег но при этом все равно расщепляется и это уже хотя бы не один побег пойдет а два вот это черенок пеларгонии вот такой вот белый махровый те которые я черенковала надо бы пересаживать пока терплю дорогие друзья видите не хватает им тут земли влаги листики желтые появляются то же самое после прищипки вот вижу что раз два ну и вон тут три то есть из этого череночка пойдет уже тоже не в одну ниточку а во много побегов а это еще петонья дорогие друзья с которой я брала черенки это белая петонья конфора ампельная белая петонья веге . вот брала черенки я и уже правда запихала в большой горшок ну потому что она большая эти не даю ей цвести потому что мне еще нужен материал так вот после всех обрезок я же много уже черенковала посмотрите как она развивается и еще я ее еще прищипываю прищипываю для того чтобы она мне еще больше дала черенков вот так вот размножалась разветвлялась вернее будем говорить то есть прохожу и вот так вот ее все отщипываю ну и вот этот вот кустик большой уже даст мне тоже много черенков кого еще даже вот такую такое растение как недавно сажала до растения тумбергия белую желтую сеяла вернее вы мне писали все что рано конечно я сделала прищипку этой тумбергии и теперь что я вижу ну если понара слабо один побег это вьющиеся растения то она мне уже с каждой пазухи вот новые побеги дает и естественно что здесь она уже пойдет не в один побег а в несколько с макушечки она все равно дает центральный побег но он уже тоже раздвоился здесь уже два идет то есть даже вот такие семенные растения я тоже все прищипываю бегония еще вот такая вот бегония вечно цветущие она бы уже цвела но я ее тоже сделала прищипку и сейчас она мне от корня дала очень очень много новых побегов я уже здесь сняла поставила в водичку на очередь на то чтобы она корешки дала но видите сами как она хорошо раскустилась ну я думаю что на примерах прямо я вам показала что это ничего страшного в этом нет даже если у вас не получится может быть с первого раза до страшно потерять растение какое-то да но все равно нужно преодолеть этот барьер и только пока сам не почувствуешь что тебе это дает что дает это твоим растениям то можно конечно много смотреть видео и не понять все равно надо тебе или не надо но я говорю что всем надо не бойтесь потренируйтесь сначала на каком-нибудь растении который легко переносит это все ну например традисканция посмотрите уже я с одного маленького растения полученного от анны перматовой я уже как размножила вот эту красивейшую традисканцию с такими розовыми листиками получила один вот такой череночек в срезке и у меня еще есть уже стоят ну потому что я не даю этой традисканции расти в одну ниточку зачем мне одна ниточка вот здесь вот видно как я делала обрезку вот тоже видите пенечки вот такие пенечки все и даже одна веточка вот сколько мне дала и точно так же это и теперь я могу взять ну вот например даже на этом уровне обрезать чтобы здесь было вот такое утолщение откуда пойдут корешки сейчас поставлю в водичку прекрасно она даст корни в водичке и дальше будет расти вот этот череночек я бы сейчас тоже самое обрезала макушечку если бы мне нужно было одно растение и это и тут бы у меня уже получилось скоро целая шапочка я просто подтягиваю чтобы мне снять вот эти два череночка ну во первых хочу сделать несколько таких кашпок расселенных так что потренируйтесь на таких растений которые просто скажут вам большое спасибо после этого и все получается у вас преодолели барьер страха обрезки растений и дальше переходите к таким экземплярам которые редкие которые вам очень ценны вот такой простой совет вот и все а то что это работает на ура это сто процентов так что не бойтесь прищипывать таким образом размножайте или делаете форму вашего цветка такую какую вы хотите но я думаю пока на этом уровне мы все хотим чтобы растения были пушистые большие а потом они уже когда придет время начали там или спускаться вниз висать или там еще как то то есть каждый из вас знает же что выращивает поэтому не боимся не боимся берем ножницы пинцеты и вперед прищипки спасибо всем за внимание подписывайтесь на мой канал у светланы лоди сад что уже январь месяц пора черенковать прищипывать сажать сеять пересаживать переваливать в общем огромная масса работы уже в январе всего всем доброго и самое главное крепкого здоровья